подъезжаем к городу гранаде билет на автобус стоил примерно 24 английских фунта это цена за двоих почти все билеты на разные мероприятия и длительные поездки мы заказывали заранее по интернету вернее это ира все заказывала еще из англии ира ира кажись вот поэтому цены я указываю в английских фунтах гостиница в которой ночевали одну ночь в малаге обошлась нам чуть больше ста фунтов включая завтрак в гостинице билеты на самолет из англии в испанию туда и обратно стоили 200 фунтов на двоих вот какие у нас апартаменты в гранаде гранада гранада надо апартаменты на какой здесь какой здесь как она правильно терраса это же просто прелесть с кухни с краном с видом разрушенного строительства и приятный вид на кафедральный собор вот такие дела а там альгамбра за решеткой за решеткой альгамбра так что здесь мы спать и будем гулять спать есть пить не знаю мыться коржу о все есть все отлично что-то холодильник микроволновка холодильник на пивка папе поставить что стопор есть что-то стиральная машинка есть да ну в общем все супер можно этот весь немножко забросал так что вот такие дела так интересно крючки дали правда интересно какая-то средневекова кровать какая-то находить диск кондиционер ступеньки до средневековый дом средневековый дом так туалет душик нормально пару дней мы здесь побудем искусственные цветы ну все хорошо это я выбрал с рюкзака потому что мы пойдем в магазин сейчас куда я буду скрадывать в 5 часов у нас была назначена встреча с нашим гидом по гранаде алимом акимовым около кафедрального собора гранады кафедральный собор гранады это католический кафедральный собор он является одним из самых известных и значимых архитектурных памятников гранады и испании в целом кафедральный собор гранады был построен в 16 веке на месте бывшей мечети которая была разрушена после реконкисты собор является местом захоронения испанских монархов включая фердинанда второго арагонского и изабеллу первую кастильскую которые сыграли важную роль в реконкисти что первого почислили когда сюда шли белый цвет светло это собор света так его называют здесь потому что редко встречается орак таки настолько просторный и настолько белый и все по золоте посмотреть теперь они увеличили капители подняли с воды более высокими стали здесь по 30 метров и там за 30 метров и сенсорность сохранения смотрите казалось стиле итальянского возрождения все хотя там уже барокко потолки нервюрные да напоминаю даже чем-то на готику на них раз в этих просто содержатся за сводом а здесь мы видите смотрите на нас реально с собой на самом деле размером под 115 метров ширину 65 немаленький стадион настоящего здесь через одна церковь которая соединена двери с такой самодок часть собой а здесь у нас чисто алиотическом стиле стиле поздние готики построена усыпальница великих королей испании забыл и фердинанд там же их дочь она безумная флип красивый ход проходит через старую биржу вообще другой стиль весь этот комплекс можно считать если объединить все эти монументы в один кто тогда может сказать что федеральный собор гранаты второй самый крупный в испании после северского по разбил они страницы уже французского возила по стране везла везла плод возила мертву да да месяц она везла там год то три месяца придет кто-то год на самом деле она месяца вывезла каждую ночь останавливалась в монастыре и свозил туда всю знать местную чтобы они панихиду отыграли поэтому отец ее забрал и отвез в Тор-де-Сиес в город где португалия испания родила мир на две части там даже когда вот будьте когда ездить по центральной испании там лучше конечно машину машину берете да ну я вам гида подъезжу вас расповозят по этим местам там средневековая испания настоящая кастильские площади закрыты террасы и галереи где всегда базар были и там прямо нарисована карта мира она пополам разделена там как раз испании по крайней мере в рамах итальянского возрождение тоже встречались но здесь она скорее всего досталась старого старого вклада и паража смотрим галереи 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 голландские туда наверх тоже можно попасть жаленью нет что такое скоростью не хранения что это мы не пойдем нам туда наверх только уже должен был попасть император Карл Пятый вот здесь видите ячейки самые первые на Дарком туда должны были хранить всех габсбургов испанских в итоге его похоронил уже сын Филипп второй где поскорее да посмотри смотри здесь мы уже видим да очень красиво впечатляет особенно на этом белом фоне здесь мы видим алтарную часть главный алтарь да там как раз находится серия капелл в центре вы видите Дарафани все взгляды смотрите отцов христианской церкви апостолов Изабелла и Фердинанда смотрите на эти густы Адама но в порочном стиле Абель а Ева все они направлены на дарохранительница в центре церкви живут мессии тащение первого греха первообного греха конечно конечная цель всех христиан устамина правита не существует там уже пришел правит Мухаммед там уже будет там еще и так что надо уже решать но чтобы зайти в спальницу надо купать хотя там есть машинки например в Севильск поверите в Севиле в следующий раз если пойти в Севиле туда вязали заранее покупать 3-4 дня инквизиции он не признался просто нашли его молодую жену убитую Караватель и его обвинили в этом он сказал что воры он очень интересный персонаж закончил здесь но они вместе в Севиле учились в одном и том же можно сказать Караватель тоже двоих грохнул да да и он как раз таковым художником он как раз и на фасаде нет там по цвету только в флоренции в соборе вот это да картина 1500 Анастасия Боконегро его картина это в музеях мира просто не на к сожалению я не взял с собой отдельного микрофона чтобы можно было отдельно записать звук когда рассказывает Алиэн поэтому не все хорошо слышно когда он говорит фитасоу Гоя 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 Дуаскис и все это нормально так спонсорно я просто подолгу работаю иногда приходит запоминать эти имена это там якобы картина с греком кто работает за встречными все эти капеллы это как спонсор на футболках футбольных клубов я это называю потому что без них до этого все это не построено очень часто капеллы принижали определенным маршином да за счет это одежды очень часто сантьяго убивающий мавра национальный герой убил ниггера в америке это уже давно бы сняли как сняли с постамента колумба это яков старший это тот сантьяго который сохранен сантьяго таком пастел один из двенадцати апостолов Иисуса Христа туда совершается путь да да это 25-30 км в среднем можно четыре дня пройти и получить рекламу что вы прошли а можно идти два месяца да можно неделю там самая минимальная по моему 120 км а в этой части собора снимать запрещено пришлось выключить видеокамеру на выходе из собора как это уже принято везде магазин сувениров в усыпальнице испанских монархов которую мы тоже посетили к сожалению любые съемки запрещены так что пардон все кино не будет электричество кончилось и и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Изумительная красивая архитектура. Глаз не оторвать. Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Глаза разбегаются от вещей, которые можно приобрести на память о Гранаде. Множество магазинов-сувениров, оформленные в восточном стиле. Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок вообще это наказание начинали сушить гуманно давали шанс человек и это ряды того самого шелкового базара который скорее чем более древней но это тематика альгамбре это те самые изразцы альгамбре единственные в своем образце представляет все 17 групп с метрами возможно на двухмерном пространстве это изображение практически это изображение как одна из я помню где-то статьи нашего на самом деле для них это как изображение бога через последовательность до геометрического изображает вот здесь семья торгует уже примерно лет сто женщин которую вы видите она 14 лет здесь работает вот они мантоны испанские которые стоят от двух до четырех тысяч евро ручная работа только в гранате ручная работа к нити шелковые разноцветные но это где-то 250 300 будет стоить ну нифига себе да 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 это же работа это уже последнее поколение вот она говорит 14 пришла работать на семья сейчас хозяйка так да и . это восемь лет у них нет фасада вот там дали посадку вентим можно пройти хотя на ручьи против поле я смотрите как вы видите роман сарай просто все хорошо видишь вот так как нужно было привлекать сюда поэтому фасад украшается пойду фасад украшается самостоятельный отель 400 лет алькасырия с арабского языка перевозят как шелковый базар базар цезарь да да и 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 еще метров 200 в сторону ходил 10 ворот Ночью выпускали от диких собак, полуголотных, когда никто сюда не жалов. Можно было или по вкусам остаться, или без ушей. А это туронные испанские, которые на Рождество просто продают. Так что, если захотите где-то купить, то... Вот это самый такой прям испанский, это вот эти два первых. Мне больше нравится в серединке. Как наш... Ну выглядит очень сладко, нет? Ну сладковато, да. Это миндаль, мука и сахар. Угу. Да, всё. Чашку кофе выпить, если бы не плохо было. Обязательно вот сейчас выпить. Чисто такая улица... Да. Да и щеку, что ли, так можно назвать. И торговали, на самом деле, одеждой старт. Ну так она и переводится. Да? Это было нормально в средневековье, когда торговали, именно... на секонд-хендом. Возитель, вообще... Ювелирки. Один из самых важных в Испании и Европе. Да. На сто с чем-то миллионов продают ювелирные изделия в год. А у них целый центр создан, да? Огромнейшие просто, где... и мастерские, где получить можно профессиональное образование по этой теме. У них... из конкурса. Из конкурса. Из конкурса. Из конкурса. Что происходит в Гранате? В 19-ом веке масса начинается сажать на пёплу. И производители сахар. И производители... Первые спиртовые заводы в Испании появляются именно здесь. В Гранате. И появление новой красойки населения. Очень богатого. Новый взгляд. Появление новой красойки алкоголиков. Ой, это... Ну, а куда же всё? А это всегда молчится? Они вам служители. Испанцы это... Тихие алкоголики, но... Одна знакомая называла тихие алкоголики, да? Они с утра пьют и за ночь. С утра уже сразу же караки пробовали. Это когда... Кафе... Экспрессо и туда... Туда бренди добавляются. Здесь это каракин. Да? Да. Проснуться. Согреться. Здесь же зимой особенно. У нас с утра холодно. Как же на работу пойдёт туда? Без настроения. Да? А потом в 10 у них тут завтрак. Потом в 10 завтрак. Там уже можно... Там ещё что-нибудь. Ну да. Да? Куча зайцев. Смотрите. Вот как раз эта новая грузовая решает построить себе новый город. Расширить улицы. Это первый наш транспект. 1899 год строительство. Этого транспекта. Вот здесь. Смотрите. Вот это. Написано. Лос Итальянус. Видите? Да. Горит. С 35 года. Та же самая итальянская семья продаёт, торгует здесь в Марушио. Завтра зайдите или сегодня может быть. И хотя вот. Прям зайдите туда в бою где 50-е годы. Все из нержавейки. Как они одеты. Лучше с той стороны ходить. Там можно по-моему даже и присесть. Да? А если есть столики именно, они не всегда их устанавливают. А вот сойдите за столик, тогда у вас какой-то очень вежливый официант. Ничего не изменит по тому же. Там уже у нас еврейский платок. Олег. Да? Та где я вот сниму? А вот у нее рукав еще было вообще убрать. То есть гранату до 19 века называли городом мостов. И городом металлическим. Сейчас сидеть. Мостов не просто. Здесь вот с той стороны жены евреи. Якобы название уже на этот холм в 19 веке перешло от еврейского города. Стало Мадинато Граната. Мадина Граната. На самом деле на еврейском языке граната это ремонт. 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 На их языке по-моему ремонт. Я не ошибаюсь. Я правильно произношу. Гранат. А это уже локализация слова ремонт. Это был символ Израиля. Гранаты лет. Возможно поэтому так это не назвали. Здесь конечно версия, которая связана с тем, что здесь была крепость. Внутри которой рос гранат. И оттуда происходит именно арабское название граната. В следующей части видео мы продолжим прогулку по Гранаде. Нам еще много интересного расскажет Алим Акимов. Ссылка на веб-сайт Алима Акимова будет под этим видео. Или QR-код на экране. Вот они. Смотрите. Вон они раскрывающиеся гранаты. Рядом. А здесь мы видим бывшую королевскую канцелярию королей Испании. Царла V и Филиппа II. Таких зданий было два. Таких можно сказать административных зданий на всю Испанию. Лаидолиди и Дюис. А сейчас это Верховный суд в Сиен-Волусе. Не в Севиле, а именно здесь. Надо считать. Откругómом друзья вы получили целую? Ужас. 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 Уже с Иаповом. Ужас. 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 Ужас.